Микс Ньюс Еще вчера, я так понимаю, не удалось договориться о создании коалиции, сегодня, по-моему, это удалось, может быть, с этого мы и начнем. Похоже так, что ночью удалось. Да. Значит, ночью, я понял, вы активно работали, да? Да, мы пришли к какому-то соглашению общему, там было два пункта, скажем так, обсуждения, да, и мы сегодня… Два спорных момента, да? Два спорных момента, да. Было так, что на прошлом заседании мы перед заседанием подписали коалиционный договор, в котором были наши до этого обсужденные уже правила, как мы дальше создаем и как мы вместе работаем. И отдали подписанную, подписанный этот договор коалиционный, отдали нашим партнерам. Честь служить Риге, да, видимо? Да, честь служить Риге, потому что те депутаты, так называемый блок Рига, они уже подписали, то есть у нас было 21 подписи, мы отдали нашим партнерам, и некоторые из наших партнеров, значит, ну, еще, может, недопонимали, или, может быть, там были вопросы… Были готовы подписать, и, значит, мы получили известие от них, что документ не подписан, и тогда, поскольку у нас по факту не было коалиции, тогда, ну, мы, скажем, не посчитали нужным прийти на заседание. Да, ну, вот я так понимаю, что сегодня все-таки, ну, или ночью, неважно, удалось договориться, есть ли сейчас у коалиции большинство? Сейчас у нас коалиция с 32 депутатами. То есть, в принципе, 32,60 – это значит, что можно работать, можно принимать решения? Да, у нас есть 52 или 51 с чем-то в процентах. Да. Вот, может быть, несколько слов о том, что дальше будет происходить, если, я понимаю, что тяжело строить прогнозы, но есть ли у вас какая-то, не знаю, уверенность, что на сей раз удастся доработать до очередных выборов, до 2021 года, до июня? У меня такой уверенности, вот, насчет моей личной уверенности, если вы говорите, да, у меня 50 на 50, потому что, что касается нас, я думаю, что мы сохраним эту коалицию, но что касается Министерства самоуправления и окружающей среды, я так не думаю, может быть провокации, может быть всякое, может искаться всякие… То есть, мы попытки распустить Думу, да? Да, просто я слушаю риторика министра, да, я понимаю, что он все-таки политик, да, и политику суждено, или от политика требуется, чтобы он говорил и объяснял те или иные моменты, да. Мы его очень часто видим в последнее время, когда он рекламируется во всех телевидениях возможных, да, и делает рекламу себе и своей партии, но он и делает ту же самую рекламу на нас, да. То есть, сейчас Думу бьет все, кому не лень, да, как мы видим, все так называемые партии при власти, которые в Сейме, да, которые в парламенте, они пытаются каким-то образом сделать себе имя или себе сделать очередные плюсы за счет нас. Да. Как вам кажется, удастся ли решить проблему? Она весьма острая, я имею в виду, даже с правовой точки зрения вопрос о вывозе мусора, поскольку мусор сейчас вывозится, да, в режиме чрезвычайной ситуации. 11 декабря эта чрезвычайная ситуация закончится. Мы знаем, что министерство готово просить кабинет министров продлить. Как вам кажется, удастся ли найти какой-то выход из этой ситуации? Я вам скажу, что я не в комитете по мусору, да, не состою, но насколько мне вот товарищи рассказали вот эту проблему, что она как бы решена на время, да. То есть Степаненко, который является председателем этого комитета, да, он, значит, добился того, что старые фирмы, которые уже, ну, которые даже сейчас продолжают вывозить мусор, то есть те договора, которые заключены, они будут в силе, да, и они это подтвердили, я так понимаю, я не видел этого документа, но они все подписали вот такой документ, что они готовы на переходный период полгода. Они дали время, и за полгода Рижки и Думы надо организовать закупку по вывозу мусора, и надо эту закупку организовать так, чтобы не было претензий от службы по конкуренции, да? Да, от Совета по конкуренции. От Совета по конкуренции, да, потому что основная проблема была в том, что Совет по конкуренции, вот ту закупку, которую мы уже организовали и подписали даже договор, они посчитали это нарушением, что там есть, присутствует нарушение конкуренции. И то есть сейчас город будет разделен на четыре зоны, и уже, соответственно, тогда это в каждой зоне будет хозяйничать или оказывать услуги разные фирмы, и это уже не будет нарушением конкуренции. Хотя я так понимаю, что все мы реалисты, мы понимаем, что это бизнес весьма тяжелый, очень много вложений в закупку автотранспорта, и тогда вряд ли у нас появятся какие-то совершенно новые фирмы, да? Ну да, насколько я знаю, таких фирм, которые могут участвовать в этой закупке в городе, ну, наверное, три-четыре, не больше. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что вдруг появится кто-то другой, да? Ну, может быть, какой-то заграничный предприниматель вложит примерно миллионов, мы как-то смотрели, там около 20 миллионов надо вкладывать, чтобы это все потянуть. Это такой тяжелый бизнес, да? Да, да. Ну, там одна машина по вывезу мусора стоит порядка полмиллиона уже, одна машина только. Еще говоря о работе Рижской Думы, мы знаем, что в следующем году ожидается такой напряженный бюджет, поскольку государство решило, видимо, так они посчитают, наказать Рижскую Думу, на самом деле в результате наказала Рижан, часть денег будет удержана из-за кредитных обязательств Ригы Сатексмы и так далее. Вот как вам вообще такая обстановка, и почему нельзя наладить, на ваш взгляд, диалог между правительством и Рижской Думой? Все опять заключается в политику. Этот бюджет, конечно, для нас будет очень тяжелый, потому что, ну ладно, я расскажу потом по бюджету, заключается в политику, потому что в парламенте наша партия или, скажем… Да, наша фракция, да. Платим порядка 100 миллионов, да, в этот год 72 миллиона было заплачено, да, то есть с одной стороны они от нас отбирают, и с другой стороны и не дают, и максимально пытаются делать так, чтобы нашу жизнь усложнить. Тем не менее, в других самоуправлениях, где у них имеется власть, да, там, как бы, получается, что они пошрают, да, своих однопартийцев помогают, и всячески, скажем так, ихнюю жизнь облегчает. А что касается по бюджету, у нас очень тяжелый бюджет, мы в этом бюджете не можем обижать наших рижан, да, мы должны об них подумать, да, мы должны этот бюджет принять так, чтобы не пострадала ни одна школа, да. Имеется в виду по поводу обедов, да. Да, ни один бесплатный обед, чтобы не был, да, за, ну, скажем, отменен, да, чтобы не было отменено ни одна, скажем, льгота по переездам, да. То есть, пенсионерам со все сохранится. Да, мы как согласие стоим на это, и если мы не сможем это сделать, мы уже сказали это и объявили, да, что тогда мы просто сами, самоуничтожаемся и идем на неочередные выборы, да, потому что у нас очень много всяких было событий, которые не дают. Я надеюсь, что сейчас, вот вчера мы сделали новую коалицию, да, и мы сможем поработать какое-то время, да, но не забудем, не забываем, что в этой коалиции состоит 4 разных люди из 5 разных партий, да. Наша коалиция по факту состоит из 5 партий, да, и там, где больше одного, как мы знаем, всегда идут какие-то склоки и ссоры. Да, это, конечно, осложняет работу. Не могу не задать вам вопрос по очень, наверное, больной для многих режим теме. Это Дома управления, Рига Снамопарводникс. Я так понимаю, что после того, как был снят с поста вице-мэра Вадим Бараник из независимой фракции депутатов, изменения, наверное, произойдут или уже произошли в Рига Снамопарводниксе. Да, хотелось бы эти изменения быстрее сделать, да, потому что, ну, не будем скрывать, что вот это предприятие, да, Рижская Дома управления, это один из самых больших наших камней, камней в таких противоречий, да, про которых мы, скажем, мы с ним боролись и пытались его, ну, скажем, нормализовать его работу годами, да. Да, в принципе, все созывы, которые я еще не был депутатом, но другие депутаты, да, по рассказам, и я знаю сам, что там происходило, поскольку я работал какое-то время там в этом, скажем, в этом предприятии, да, и там столько работы, что даже не знаем, с какого конца начать, но что сделать, что сделать, да. Я, например, как человек, у которого есть опыт в этой остросли, да, я четко знаю, что надо сделать, да, и это правление, которое было снято, это, мне кажется, был первый шаг к тому, что мы вообще людям показываем, да, и не только показываем, но и делаем все, чтобы это Дома управления начало нормально работать. Итак, первое, мне кажется, что надо укрепить те Дома управления, которые, скажем, если так можно сказать, участки так называемые, да, В местах, фактически, микрорайонах, да. Конечно, потому что все время все централизировалось, да, по какой причине, это неизвестно, да, значит, я, не я буду судья, и не я буду смотреть, что там происходило за это время, но я считаю, это ненормально, когда человек в свое Дома управления не может даже попасть, да, скажем, в участки, которые находятся именно на местах, где, где вот, где вот дома, которые обхозяйничает вот это Дома управления, да, их ослабливали все время, да, отнимали у них рабочую силу, отнимали у них возможности, да, но зато делали, централизировали и делали большой, большой аппарат с людьми именно в главном здании или так называемом, ну, центральном, центральном месте, да, где вот само все сидит руководство Дома управления, очень большой надутый штат, да, за этот штат надо было платить все время нашим жителям, да, они оплачивали с квартплаты и так далее, да, но зато они толком не могли прийти в Дома управления и пожаловаться, что что-то не в порядке. Конечно, это хорошо, что есть все время платный телефон, где можно позвать, позвать, скажем, аварийные работы, чтобы исполняли, да, но качество этих аварийных работ, да, очень плохое, да, цены, которые мы платим за эти аварийные работы, да, очень плохие, да, мне, конечно, мне, конечно, моей квартиры не управляет вот данное предприятие, да, но я слышал очень много жалоб, я слышал много жалоб насчет, насчет вот этих насчитов воды, да, когда человек куда-то уезжает на больше, чем три месяца, он, например, ну, по какой-то причине забывает, да, эту воду насчитать ему, ну, посчитать и, скажем, сдать счетчики воды, то ему потом насчитывает за весь дом и за все время вот эту утечку или потери воды, это тоже, я считаю, конечно, это регулирует, значит, это регулирует вот эти правила Кабмина, да, но тогда где поправки к этим правилам, да, почему такое большое домоуправление, которое обслуживает больше 4 тысячи домов, почему никто никогда из них не пришел, тот же самый парламент не подавал свои поправки, так как, вот, например, все люди страдают от таких правил, да, и насчитывает старым, например, пенсионерам, которым уже так нет денег, чтобы купить себе, скажем, заплатить за квартиру и купить себе тоже самое продовольственные продукты, то получается, что вот эти пенсионеры должны вот оплачивать утечку воды всего дома, какие у нас дома, у нас дома, сами знаете, что... Живой фонд, соответственно, 80% это фактически дома, которым уже 40-50 и более лет. Да, и какие трубы, есть всякие утечки, почему должны оплачивать. Многие сейчас дома, многие сейчас дома, то же самое домоуправление признает аварийными, да, а нет, не домоуправление, это наша городская, городская... Стройуправа, Бувау, да, признает их тут же, домоуправление признает, что в аварийном состоянии, и что делает? Делает только то, что повышается налог земляной, да, это тоже неправильно, да, то есть включает больше налог. Если люди уже так не могут договориться и скинуться на ремонт фасада или той или иной конструкции, да, то это неправильно, если мы еще повышаем налог, и людям опять надо платить. Ну, вот такие всякие моменты, которые я, конечно, уже вошел в детали, да, но по большому счету надо полностью делать реорганизацию в этом домоуправлении нашем, да, и делать так, чтобы... Будет больше власти на места, потому что, чтобы вот эти пункты в метрорайонах, чтобы они просто не были, чтобы пришел, поговорил, чтобы они могли что-то реальное решать. Я думаю, что надо делать, надо усилять именно эти участки, да, которые мы оставили, оставили без, скажем, без помощи, и оставили как такие, как, знаете, во-первых, мы сократили их на очень много раз, да, и оставили на, ну, не знаю, на режим такой дежурный, который может поговорить с жителями, житель приходит, они ему что-то обещают, и потом дальше ничего не происходит, да. Ну, вот это все наше отношение к жителям, да, я думаю, что многие жители из-за этого уже, как бы, отказываются за нас голосовать, да, и мы хотим возвратить ихнее отношение к нам хорошее, да, и хотим показать, что за эти полтора года, если нам даст доработать, да, то что мы можем изменить и сделать действительно вот это домоуправление для людей, а не так, что закрытые помещения, где даже сам клиент, человек не может попасть к ним, да, есть только центр по обслуживанию клиентов, и ты можешь там написать заявление. Санис Бергмин, у нас в студии, заместитель руководителя фракции «Согласие» в Рижской думе, наверное, успеем принять, одевайте, пожалуйста, наушники, наверное, успеем принять один звонок до короткой паузы на рекламу. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, здравствуйте. Очень вызывает много удивлений, конечно, выступление вашего гостя, но я всего два вопросика задам. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вообще работоспособна Дума, в которой часть депутатов приходит на заседание, объявленное Думой, и не регистрируется. Вторая часть «Согласия» вообще не приходит, не хочет приходить. Скажите, это нормально или нет? И второй вопрос. В мае или в июне, я не помню, партия «Согласие» или фракция «Согласие» выдвинула господина Баранника на должность вице-мэра, которую специально для него, видимо, и вводили. А совсем не так давно, там три недели тому назад, та же фракция «Согласие» развалила существующую в Думе коалицию, выведя, как сходило, и сам инициатором снятие Баранника с должности. Скажите, пожалуйста, что же он плохого сделал за полгода, что так изменилось мнение вашей фракции? Спасибо. Спасибо. Давайте мы вот такую, не знаю, интригу, не интригу, прервемся буквально коротенько на рекламу, и потом мы вернемся в студию. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Добрый вечер еще раз. Продолжаем работу в прямом эфире. Александр Исбергович у нас в студии, замок руководителя фракции «Согласие» в Рижской Думе. Вот мы обещали нашему радиослушателю, что все-таки ответим на его вопросы по поводу Баранника в частности. Да. По поводу Баранника и еще трех депутатов, про которых задавали вопрос, и которые сейчас являются фракцией независимых депутатов. Да. Что касается Баранника, он был выдвинутым вице-мэром, когда он находился еще в составе нашей фракции «Согласие». Да. И он и был избран при этом. Но когда они, вся четверка, были изгнаны из нашей фракции за грубые нарушения партийной дисциплины, и в том числе и нарушением порядка нашей партии, после этого мы не могли держать и допустить, чтобы, скажем так, от нас, бывший наш выдвинутый мэр, который… Вице-мэр. Ой, вице-мэр, который был выдвинут от нас, избран от нас, но продолжал работать. То есть необходимо было снять или обнулить все должности. И когда уже господин Буров, мэр, сказал, что с ними невозможно работать, и в принципе инициатором, скажем, снятия вице-мэра Бараника это была инициатива «Честь служить Риге». И, скажем, мы согласились с их мнением, и так и исполнили. На прошлой неделе, вторник было голосование, и нам удалось снять и обнулить должности всех депутатов этой четверки. Они были, бывшие наши, они не были, скажем, и тот вопрос, когда уважаемый радиослушатель задал, что он сделал за полгода, мы бы сняли его раньше, если бы была возможность кворума. То есть у нас не был кворум, у нас были 32 депутата, изначально, когда мы избрались в 2017 году, и тогда это было на двух партиях вместе, на две фракции. У нас было 21 депутат, и «Честь служить Риге» было 11, вместе 32. Ну и когда от нас ушла четверка, тогда у нас осталось 28. Если бы мы могли это сделать раньше, мы бы сделали уже тут же, в тот же день. Да, вот тогда такой вопрос, который я хотел вам задать. Я знаю, что вы были одним из тех депутатов, которые вот после этого первого кризиса, после того, как вы исключили эту четверку из согласия, которые, в принципе, выступали или были готовы к неочередным выборам. Я так понимаю, что и сейчас согласие, если что, готово идти на неочередные выборы, если не удастся и в составе этой коалиции нормально работать. Да, но что значит нормально работать? У нас свои обещания избирателям. Мы считаем, что неочередные выборы нужны тогда, когда ты не можешь это сделать. Сейчас, вот вчера буквально произошла вот новая коалиция, но это ничего не меняет. Мы будем смотреть на наших новых партнеров. Если нам будет отбираться льготы транспортные, если нам будут отбираться какие-то другие, скажем, наши обещания, если урежан будет отбираться, тогда мы не будем сидеть сложа руки и мы просто тогда пойдем на неочередные. Единственная проблема в том, что если остается меньше, чем 15 месяцев до следующих выборов, тогда эти выборы не делают, а ставят администрацию с Министерством следы регионального развития. Да, и тогда в том случае нам надо будет тогда ждать до следующих выборов. То есть, в принципе, это там надо считать и просчитывать, получается, не получается. Мы сейчас попросим нашего звукоежиссера связаться с еще одним депутатом Рижской думы, вашей коллегой Михаилом Каменецким. Сейчас как раз в заседании Рижской думы назначен перерыв, поэтому есть возможность с ним тоже связаться, услышать его мнение, как он вообще комментирует. эту ситуацию. Да, вот ждем, наверное, да. Михаил, добрый вечер. Ой, Рабик, да, да, слушайте. Добрый вечер, да, вы в прямом эфире, Михаил Каменецкий у нас в прямом эфире. Добрый вечер, я так понимаю, что дебаты по кандидатуре вице-мэра Друбиса Кленца продолжаются. Как бы вы вообще охарактеризовали ту ситуацию, которую сейчас в Рижской думе на данный момент? Ну, ситуация достаточно интересная в том плане, что оппозиция делает вид, что они крайне удивлены тем, что нам удалось собрать кворум. Но на самом деле вот это удивление, оно такое несколько нарочитое, я бы сказал, наигранное. Тот факт, что, ну, абсолютно без оснований затягивается вот эта вот фессия вопросов кандидату, показывает, что, ну, нету понимания того, вообще, что будет дальше. Вот они вот этими вопросами отдаляют голосование, отдаляют принятие решения. Но сегодня похоже, что коалиция достаточно стабильна, 32 голоса коалиции сегодня позволят принять все решения. И, ну, прогнозируют, что это будет до глубокой ночи. В принципе, перейдя еще бюджет, но самое главное, что есть большинство, и, значит, Дума, ну, может работать пока и не готовится к неочевидным выборам, да? Ну, в общем, пока ситуация на это похожа. Ситуация на это похожа. Но будем смотреть, потому что, да, действительно, вы правильно обе говорите, что самая главная проверка, самое главное испытание это бюджет. Бюджет будет крайне сложным. И, может быть, может быть, да, это один из помогов того, что оппозиция при голосовании по кандидатуре Бараника, они не срывали к ворума выразили свое мнение, потому что с армией к ворум все бы основания были предлагать, что Думу надо распускать. Может быть, такой вопрос, который я хотел вам задать, все-таки, вот мы видели вопросы оппозиции, и многие, я думаю, наверное, могли представить, что было бы, если бы оппозиционеры пришли к власти, ну, например, один из вопросов вице-мэра, кандидату вице-мэра был о том, когда вы переведете там все школы и детские сады только на один язык обучения. Понятно? Ну, вы понимаете, что здесь, здесь у нас, у нас вообще интересно, да, у нас интересно, у нас есть депутаты, депутаты от оппозиции, которые абсолютно прогнозируемые, абсолютно прогнозируемые, то есть, ясно, что они будут говорить, потому что у них один текст, на все случаи жизни. Ну, и, конечно, самое главное в этом содержательное часть, это критика, критика существующей, существующей коалиции. Ну, у нас тут вообще разные персонажи есть, вот, ну, не называя фамилией, скажу, вот у нас есть своя Грета Тунберг, такая же, так же малоинформированная, да, но такая же жердительная и агрессивная. У нас, у нас есть человек, у которого на каждую, из оппозиции, на каждую, жизненную, на каждую ситуацию есть свой жизненный рассказ, да, как у Шверика, он начинает рассказывать, думая, что это всем интересно. Все это давно прогнозируемые вещи. И говорят они то, что, то, что очень много депутатов относятся к своим коллегам без уважения, это факт. Невежливо перебивают, ведут себя, так сказать, на мой взгляд, неподобающим образом. Ну, мотивирует тем, что политическая борьба допускает любые, не очень чистые приемы. Вот последний вопрос. Сегодня представитель нового единства в Сейме Айнас Латковскис сказал о том, что он считает, что есть основания для распуска Рижской Думы. Переживает он, видимо, за Думу. Ну, вы понимаете, мы далеки от мысли, что господин Латковскис может желать Рижской Думе успехов. Понятное дело, но вот эти вот все заявления, да, это прежде всего попытка отметь внимание от того, что медики стоят перед Сеймом, от того, что собирают подписи за рост того же Сейма. И беспрецедентная ситуация, когда за несколько дней собрано 40 тысяч подписей, и это при том, что еще, скажем, такая политическая сила, как Сасканя, не высказал своего мнения. А ведь еще выскажет. Не обращает к своим сторонникам. Да, мы 3-го числа будем решать этот вопрос в направлении партии. И вот если будет обращение Сасканя к своим сторонникам участвовать в этом референдуме, ситуация может очень быстро поменяться. Так вот, чувствуя это все, понимая это все, да, не выдумывают. Вот есть основания, но есть основания, пускай попробуют. Только за все свои действия надо отвечать. Михаил Каменецкий у нас был на прямой связи, депутат Рижской думы от согласия, еще один депутат Сандрис Бергманис у нас сегодня в студии. И вот, господин Бергманис, а, кстати, как вы относитесь к распуску Сейма? Действительно, за 8 дней 40 тысяч подписей. Я думаю, никто этого не ожидал. Ну, я вам скажу из того, что сказал уже Михаил, что за свои действия надо отвечать. И, в принципе, получается так, что, значит, правительство обещало и записало в коалиционном своем договоре, что это юридический документ, что они медикам с такого и с такого числа повышают зарплату. И они сами от этого отказываются. Ну, если не может человек исполнить то, что он даже, за то, что он даже подписался, ну, тогда получается, что их надо распускать. Это то же самое, что в бизнесе. Если ты взял кредит, не можешь отдать, тогда надо продавать бизнес. Да, такая же самая ситуация. Ну, и то, что собраны так быстро подписи, это только, но только показывает то, ну, отношение людей к этому, к этому факту. 30 тысяч за такое короткое время это еще не было никогда, я так понимаю. Да, теперь уже 40 тысяч. 40 тысяч, да. Да, вот, может быть, в завершении еще один звонок мы успеем принять. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый вечер, слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, почему 40 тысяч уже собрали, а вы еще даже не решили обратиться к своим избирателям или нет. Вот я лично думаю, что вы не решили, потому что вы не уверены, что ваше обращение как-то повлияет. Вы потеряли авторитет в совершенном. Спасибо большое. Спасибо, да. Я прокомментирую. Да. Так как я являюсь членом правления согласия, да, партии, партии, да, я это прокомментирую. У нас, я бы сказал, самая большая партия в Латвии, и я бы сказал, самая популярная, да, поскольку все предведущие выборы это показывают, да, у нас есть много сторонников, да, но мы и такая партия, которая не единоличная, да, мы все наши решения расцениваем, расцениваем и оцениваем на общих собраниях. Да, у нас недавно был конгресс, и то, что Михаил сказал, скажем, у нас третьего числа будет большое тоже правление, и там мы будем обсуждать именно этот вопрос, потому что просто сказать, что все, все идем на фронт, это слишком ответственный шаг, да, и нам надо это, нам надо знать эти последствия, которые будут, и надо обдумать все, да, потому что инициатива исходила, насколько я знаю, от других партий, да, какая истинная цель этих партий, какая истинная цель этого референдума, да, мы надеемся, что это именно вот та цель и преследуется, да, а не, например, вы же все помните, когда была эта революция, да, так называемая зонтиков, да, да, как раз 10 лет тому назад, что с этого, вышло, мы все помним, да, поэтому это, мы все помним, что вот это был инструмент в руках конкретной политической силы, которая получила с этого выгоды, да, поэтому нам надо посмотреть со всех сторон, во-первых, получится это, не получится, да, но... Кстати, еще даже неизвестно, как будут действовать медики, их инициатива будет присоединена к этим 40 тысячам подписей, или они будут свою инициативу отдельную запускать. Конечно, но это надо, это можно легко посчитать, прошлый, в прошлый парламентский выбор участвовали, если не ошибаюсь, 250 тысяч людей, да, поскольку, нет, или 300, почти 300 тысяч людей, да, то есть, если надо собрать 150 тысяч подписей, да, можно тогда посчитать, что за согласие, за согласие голосовали, насколько у нас 25 депутатов, это четвертая часть, да, если мы даем сигнал, что надо поддерживать эту инициативу, тогда мы можем посчитать, сколько голосов примерно будет, будет, сколько подписей будет, ну, таким образом, я думаю, реально собрать, да, эти 155 тысяч подписей, ну, это еще никогда не собрал, после, не забудем, что раньше было легче это сделать, да, после некоторых изменений в законодательстве, мы не можем просто так распустить уже, да, но вероятность очень большая, вероятность очень большая. Да, посмотрим, как это все будет происходить, и, может быть, последний вопрос, возвращаясь к тому, с чего мы начали, я так понимаю, что сегодня какие прогнозы, сегодня, видимо, ну, или вечером, или поздно вечером, или ночью, будет все-таки избран второй вице-мэр, Друвис Клейнс, да, который представляет вот фракцию для Риги, так я понимаю, это один прогноз, да? Да, Друвис Клейнса знает давно, он, как говорится, офицер, вместе мы служили в вооруженных силах, он закончил свою службу на звании майора, ну, хороший человек, можно на него положиться, он будет, я надеюсь, избран, он, его сейчас метают вопросами, но даже неизвестно, может и не закончится это заседание, помимо этого вопроса по избранию вице-мэра, у нас еще есть вопрос по снятию мэра, это то, что оппозиция выдвинула? То, что оппозиция выдвинула, потом нам надо, значит, правила Думы изменять по поводу мусора, это надо делать тоже, скорее, потому что нам надо подготовить, подготавливаться к этой закупке, которая будет проводить департамент наш, и еще некоторые вопросы, вопросы такие технические, да, то есть вместе у нас, по-моему, шесть вопросов было сегодня. Так что не исключено, что вы еще сегодня ночью не закончили? Да, мы еще будем голосовать за правление Порта, потому что у нас в связи с тем, что Баранникова убрали с правления Порта, тогда нам надо еще одно вакантное место освобождать. Да, там надо проголосовать за Оскара Путниша. Тоже представляет вот эту фракцию для Риги, да? Да, он тоже представляет фракцию для Риги, ну и там даже несколько технических вопросов. Да, ну что ж, пожелаю вам выдержки, поскольку впереди еще весь вечер рабочий и, видимо, вся ночь оппозиции. Длинная или короткая, узнаем. Да, это мы скоро узнаем, если так дальше пойдет действительно на глубокую ночь, только закончить заседание в неочередное заседание Рижской думы, ну вот, подводя и доки, можно сказать, что все-таки удалось создать коалицию большинства, 32 голоса, если так вот положа укунасился, наверное, можно сказать, что рижанам не очень выгодно сейчас вся эта история с неочередными выборами, тем более пока эти выборы случатся, потом эта дума внеочередная всего поработает чуть больше года опять выборы, ну то есть фактически работать будет некогда, будет тогда только одна сплошная предвыборная компания. Да, вот так и будет, и спасибо, что пригласили, спасибо, что рижан и информируете о наших каких-то новостях. Большое спасибо.